всем привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ну что ребят поговорим с вами о канале ольга уралочка лайф обсудим новый влог наши покупки на ярмарке топим баню и ждем гостей готовим в тандыре картошку с мясом ну кто б сомневался что без готовки не обойтись и опять будет на дзене хрюкбанг как обычно будут хрюкать хлюпать стонать да укать акать ну мы уже привыкли к этому свинству в общем приехали уралка с сарафаном на дачу чтобы полить огород ну и буквально там они сколько-то поснимали пару минут и поливали они потому что вроде как воды не будет и поэтому уралка сказала что все огород полили теперь душа на спокое а как это так на спокое новые выражения короче уралка каждый день нам а увы дает слушайте словечки ну а сейчас говорит поедем надо там в магазинчик и сафар опять говорит ребрышки хочет но это уже будет потом ближе к вечеру потому что сейчас они не хотят разжигать значит этот тандыр и полить да и значит им все это будет к вечеру ну и приперлись они на ярмарку ярмарка оказывается в другом месте и уралка с сарафаном сто лет не были на ярмарке раньше ходили на ярмарку контент пилили но видать раскусили что на ярмарке больно дорого чижик и светофор будет гораздо дешевле и стали таскаться по чижикам до светофором какая разница сарафану что уралка будет жрать вредное не вредное без разницы ну и сарафан показывает как с него капает дотронулся он долба и прямо с пальца у него покапает пот фу какие они вонючки и они даже не стыдятся этого взял бы платок салфетку и протер он пальцами этот пот хватает и показывает фу блевотина ну и дальше как всегда ходит уралка по ярмарке что-то бугнит что-то там болтает увидела яблочки так захотелось и яблочек но только ей захотелось взять яблочек куда-то сарафан пропал и так всегда где они ходят рядом на улице да он постоянно от нее куда-то убегает на ярмарке это уже привычное дело чтобы слушайте не позориться рядом с бабкой но и получается яблоки взяли не взяли непонятно подошла уралка к сыру 40 раз у него спросила сыр возьмем колбасный там и с фисташками чем-то еще и чё-то разбуднился сарафан по поводу сыра такое чувство что не позволил взять ей зато орешки фисташки пожалуйста да кстати сарафан все посматривал на часы как будто куда-то спешил и ему было не до уралкиных покупок такое чувство что он просто подгонял ее что надо быстрее быстрее якобы ты мне тут не дури голову со своими покупками дальше снова орешки ну а дальше уралка нацепила на себя шляпу пипец слушайте я ее в шляпе по моему только видела на море когда она была дальше значит сарафан уже на даче с уралкой и слушайте показывает туалет биотуалет который они якобы вы купили для уралки посмотрела ребят я на этот горшок это просто трындец ну во первых куда они там его поставят не ну понятное дело что поставить там есть где будет вернее где но вот ребят вопрос как она пристроиться на этот горшок ну честное слово ребят мне кажется что ее вот этот кардан огроменный он как бы не раздавил блин этот горшок или этот горшок будет стоять внизу а сверху будет доска лежать так знаете еще и мимо можно попасть и что уралка думает что этот туалет чистить и не надо еще как нужно чистить и это опять же все выпадет на сарафаном будет он носиться с этими сраными горшками знаете вот дожился мужик да молодой ему семьей жить с женой любимой жить а он слушайте ради денег ради того чтобы устаканится в россии он вот способен даже на то чтобы выносить за бабкой горшки фу это какой ужас это какая же низость поэтому он и не показывает никому эту уралку он запрещает ей выходить из машины когда они на базе чтобы не позориться чтобы не телепалась рядом с ним да над ним не смеялись таджики вот теперь горшок ей прикупил прикиньте это лень дойти до туалета лень или у нее реально уже просто она терпеть не может не держание и обсыкается кто ее знает но тогда стоит у нее там горшок дома села надуло и пошла ну а если уж не держание из другого места ну то это уже тогда беда я короче ребят в каком-то недоумении пребываю серьезно это же надо додуматься такой горшок купить на дачу и еще на улицу его в туалет я понимаю если бы его чистить не нужно было но его же тоже надо чистить и мыть понятное дело что там раствор специальный там это все растворяется но все равно же надо выливать и все равно же надо мыть ну не какие-то придурочные но честное слово ну и дальше говорит уралочка покажем мы свои покупочки да поехали так вот что-то прикупить говорит а тут опа ярмарка и аж хлопнула в ладоши от радости что на ярмарку попала и там затарилась дальше показывает до колбаску колбаску говяжью прям говяжью одна чистая говядина с добавлением свиного сала дальше орешки орешки яблочки яблочки орехов то набрала своему таджику он то ей сыр не позволял купить интересно купила или нет и что вы думаете нет сыра на не показала походу сарафан не позволил ей покупать этот сыр сам наверное он его не ест а уралки не разрешил ну и дальше уралка показывает что яблочек на мыло и сейчас будет мариновать ребрышки и значит она ребрышек много не покупала но что говорит якобы я совсем чуть-чуть поем да это типа она малоежка она совсем не есть ничего не езда сафар якобы столько много не съест поэтому чуточку купили да прям два лоточка посолила поперчила приправой засыпала говорит в теплицу говорит мне теперь ходу нет там жара спрашивается че на дачу приезжаешь в такую жару вот чтоб кто спросил че ездить на дачу когда так жарко нормальные люди либо вечером приезжают либо ранним ранним утром ведь на работу не ходят стали в пять утра и поперлись делать дела на даче только началась жара умотали а то приперлись самую жару ну правильно хочется же пожрать приготовить до контент пилить что они там дома будут пилить нечего очередное хрючево готовить так им же круче показать как они там в тендыре готовят ребрышки говяжие а потом еще и мукбанг записать ну и дальше сафарелла объявился до спарился на улице до угорел угорел на улице пришел орешки погрызть и уралка тут прям сразу рот раскрыла что мол мне тоже давай чисти и не знает как толком называются всю нее из головы вылетает но главное что почисти и в рот закинуть надо то это она хорошо запоминает и короче как присел сарафан за орехи один за одним один за одним похоже бедная уралочка прям извелась и ей срочным образом тоже надо было чистить ну а как же без нее и вы ребят заметили обдугани нет и посмотрите как орешки стали покупать а ведь раньше не покупали а сейчас гляньте сколько орехов понабирали ну правильно не с кем делить только на двоих поэтому а чё бы нет правда же дальше уралка пошла к бочке да а сарафан там что-то с этим туалетом возился значит снимает она его и говорит молодец какой у меня якобы сафар да такой сральник поставил я ребят понимаю если бы этот сральник был на яме вот это да а тут фиг поймешь и зачем это все нужно ну серьезно ребят вот зачем эта кабинка нужна с биотуалетом для чего этот биотуалет это знаете точно так же этот биотуалет можно поставить дома от него действительно не будет никакого запаха зачем зачем вот делать вот этот домик да деревянный этот туалет для того чтобы поставить туда этот горшок дальше сарафан значит уже с уралкой на улице она сидит похоже на качельке качается снимает сарафана он рассказывает ей про ласточек что у них таджикистане гнезда с ласточками и если лаз гнезд много ласточек много то значит добра много и сейчас уже их оказывается немного но правильно потому что вот такой таджик делает столько гадости и столько зла поэтому и ласточки уже семейку стали меньше посещать даже ласточки видят гнилушных людей и какой кошмар устроили прям скандал потому что сарафан этот не русский а он действительно не русский не мог объяснить что у птичек да бабочка или галстук и готов был прям треснуть от злости что уралка не понимает и не может сказать так язык учить надо сарафан а то он визжит слушайте как будто уралка за него должна отвечать позорище блин не может сказать на русском как что называется зато знает хорошо вещи и вещи да в помойке ты уже в горшке блин этом био ну и дальше сарафан позвал уралочку примериться к туалету ну чтобы она пролезла чтоб втиснулась скажем так ты чё говорит меня сюда позвал примерить или я пройду да пройду конечно я пошла картошку чистить иди уже иди а то уже мочи нет прям прям уже не можешь развелась вся быстрее бы пожрать сидит значит показательно так она складывает это мясо на картошку и значит побольше прям четыре ребрины туда положила что якобы это кому нас порция сафару ну и тут уже пошли отмазки если мы это все за раз не съедим то типа мы там можем домой забрать туда-сюда да блин видели мы сарафан как ты ешь ты-то чё уже отмазываешься от уралки что ли научился уралка еще сказала что есть окрошка но сарафан сбраковал сказал что окрошка уже плохая потому что там редиска и окрошка уже горькая все есть невозможно но уралка говорит что якобы ей ничего там не горько ну да уралочка у нас все замолотит и отправилась уралка в теплицу да попариться чтобы тоже стать как сарафан под нюхонькой макрехонькой говорит прорыхлила тут огурцы ну собственно как она там рыхлила что она там делала она конечно не показала она говорить можно все что угодно и сидит дальше уже в доме значит нарезает там эти овощи салат и сарафан говорит что такая красная она якобы что в теплице было слушайте страх глянуть ужас вся красная видно похоже еще и вся потная фу ну а дальше знаете меня чуть не вывернула вы простите все время это говорю но так и есть так и есть я даже остановила просмотр потому что не могла смотреть сидит мокрая сидит этим халатом своим вытирает этот пот касается пота руками хватает опять там эти листочки базилика кошмар ребят кошмар и как этому таджику не противно с привкусом пота уралочки жрать вот это вот все хрючево ужас я даже бы и не прикоснулась бы на его месте ну и дальше уралка наваляла себе окрошки но правильно чтобы было больше в животе окрошка плюс картошка плюс мясо ну и конечно же мукбанг на дзене его никто не отменял ну и что-то получилось не то да не так камеру не так сарафан включил и получается уже все съели и шо мукбанка что ли не будет но вот тебе а мы так готовились к мукбанку так ждали когда же это будет чавканье свиноподобное ну и уралка рассказывает правду гони купается загорает читает завтра говорит будет праздник но это она про вчерашний праздник видимо говорит у них же постоянно там задержки ну и говорит он праздник этот очень ждал до ждал праздника уралка опозорилась с треском что пришлось все поздравления удалять ну и позорище и дальше видели ребят что творит сарафан он взял слушайте фольгу и ковырял ей в зубах неужели на это нет зубочисток но свинья и в африке свинья здесь с этим уже не поспоришь самая настоящая свинуха жрет как свинья ковыряет фольгой в зубах как свинья ну свиньи не ковыряют но вот это вот поведение его свинское прям вот не человеческое ужас уралка вырвала у него из рук фольгу забрала ну и сарафан сидел сидел а потом принялся еще дожирать салат кошмар все не нажрется требуху же уралка ему растянула видать ей так хочется чтобы он был шире ее и тоже с палкой ходил уралка а кто тогда будет за тобой присматривать если сарафан станет таким как ты и дальше конечно же про баньку гости должны приехать марина должна приехать это похоже это марина у которой особенный ребенок посидим говорит в баньке попаримся интересно марина тоже что ли в баньку с ними попрется ну кто его знает кто его знает ну и в конце сарафан обнимает уралку которую только что напарил и намыл ее эти спасательные круги жировые фартуки и значит говорит якобы мы так хорошо посидели отдохнули выпили пивка а я-то думаю что уралке уже глаза в кучу вот ребят все понятно это было начало бухнула с вечера и продолжила на следующий день вот поэтому она и напортачила с этими праздниками не зря мы так подумали она оказывается была пьяная в дуплет в общем мои дорогие пишите 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 что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом буду прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока ух и Продолжение следует...